В Пекине состоялись переговоры председателя КНР с президентом Белоруссии. Партийная школа Центрального комитета КПК провела конференцию по случаю 90-летия. Широкой аудитории рассказали, как готовят кадры для Компартии Китая. Пресс-канцелярия Госсовета КНР отчиталась об итогах прошлого политического сезона. Министр финансов сообщил о мерах, предпринимаемых для роста экономики Китая. Грузовая железнодорожная компания обеспечивает жителей Поднебесной молочной продукцией из Белоруссии. Февральский индекс деловой активности в КНР показал рекордный рост за последние 10 лет. Государственные и частные компании Китая развивают сеть зарядных станций для электромобилей. Медиакорпорация Китая будет популяризировать искусство изготовления печатей совместно с мастерами-резчиками. Пекин высоко ценит поддержку Белоруссии и позиции Китая по вопросам, связанным с Тайванем, Синьцзяном, Гонконгом и правами человека. Об этом заявил Си Цзиньпин в ходе переговоров с Александром Лукашенко. По мнению председателя КНР, стороны должны поддерживать друг друга в защите своих интересов, выступать против внешнего вмешательства и защищать суверенитет и безопасность обеих стран. Пекин также ценит, что Минск поддерживает глобальные инициативы в области развития и безопасности и готов укреплять координацию с Белоруссией в Организации Объединенных Наций и других организациях, совместно выстраивая сообщества единой судьбы человечества. Китайский лидер отметил необходимость расширять экономическое и торговое сотрудничество, создавать китайско-белорусский индустриальный парк, а также улучшать транспортное сообщение, реализуя проекты инициативы «Один пояс, один путь». Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия твердо поддерживает Китай в защите его основных интересов и готова укреплять сотрудничество с КНР в области науки и техники, промышленности, хозяйства, туризма и других областях. Главы двух государств также обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что суть позиции Китая заключается в содействии миру и продвижению переговоров. Лукашенко заявил, что в Минске полностью согласны с позицией и предложением Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса. После переговоров главы двух государств подписали совместное заявление о дальнейшем развитии всеобъемлющего стратегического партнерства. В нем говорится, что стороны будут продолжать выстраивать координацию с помощью Китайско-Белорусского межправительственного комитета. В этом году состоится уже пятое заседание. Кроме того, государства намерены расширять практическое сотрудничество в торговой, инвестиционной и финансовой областях, оборонной и правоохранительной сферах, исследовательской и инновационной деятельности. Партийная школа ЦК КПК провела конференцию по случаю 90-летия и торжественно открыла весенний семестр 2023 года. Это высшее учебное заведение, которое готовит кадры специально для Компартии Китая. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что главная задача партийных школ – воспитывать кадры и вносить идеи и предложения для партии. «Продолжение этой традиции внесет новый вклад в строительство современной социалистической страны и возрождение китайской нации», отметил Цзиньпин. Лидер партии заявил, что необходимо найти такой вектор политического развития, при котором работа партийной школы и задачи КПК будут совпадать. Партийным школам на всех уровнях необходимо грамотно рассказывать об идеалах и целях партии, формировать глубокое понимание теории марксизма, прививать правильные взгляды на власть и политическую карьеру. Партийная школа ЦК КПК – важнейшая кузница целого поколения талантливых кадров и политических руководителей в столетней истории Компартии КНР. Так отзываются о партийной школе ее сотрудники. Они рассказали о важности образования для партийных деятелей. Коммунистическая партия считает очень важным обучение и уделяет особое внимание созданию образовательных систем и применению знаний на практике. Такое большое значение процессу обучения придают далеко не все политические партии в мире. С момента создания Компартии школа возглавила процесс строительства государства и проведения реформ. КПК нуждается в большом количестве выдающихся лидеров, которым необходимо понимать основные принципы марксизма, чтобы гибко справляться с проблемами на практике. Сотрудники также назвали существование такого учебного заведения большим политическим преимуществом и прекрасной традицией Компартии Китая. В Пекине открываются ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Каждый год эти мероприятия дают старт новому политическому сезону в Поднебесной. Перед началом сессии пресс-канцелярия Госсовета КНР подвела итоги прошлого сезона и заявила, что почти все предложения депутатов удалось реализовать. Тем временем ключевые министерства и ведомства страны провели брифинги о планах на этот год. Мы будем продолжать притворять в жизнь дух 20-го съезда Коммунистической партии и ускоренными темпами выполнять ключевые задачи из недавно опубликованного плана по повышению качества экономики Китая. В числе национальных приоритетов – повышение качества экономического роста и продовольственная безопасность. Авторы новых предложений делают упор на поддержке сельскохозяйственного производства, росте доходов фермеров, предотвращении чрезвычайных ситуаций в аграрном секторе и ликвидации их последствий. Объем производства зерна в прошлом году установил новый рекорд, став опорой для социально-экономической стабильности в нашей стране. В этом году мы ускорим строительство сильной сельскохозяйственной державы. Мы намерены сохранить ежегодный объем производства зерна на уровне более 650 миллионов тонн, обеспечить стабильные поставки продовольствия и ключевых сельскохозяйственных продуктов. За прошлый год Министерство и Комитеты Госсовета КНР воплотили в жизнь более 14,5 тысяч предложений депутатов – около 95% от общего количества поступивших проектов. Это заложило хорошую основу для начала нового политического сезона. В этом году в Китае будут более активно внедряться финансовые меры для роста экономики, заявил глава Министерства финансов КНР Лю Кунь. Он отметил, что у Китая наблюдаются большие возможности на мировом рынке, и страна ни в коем случае не упустит этот шанс. В этом году Китай будет расширять бюджетные расходы, объем которых в прошлом году составил почти 26 триллионов юаней. При этом страна должна наращивать объем трансфертных платежей центрального правительства местным властям, особенно в регионы с наибольшими финансовыми трудностями. Наши активные финансовые меры должны поддерживать рост экономики. Лю Кунь также отметил, что государственные расходы поспособствуют продвижению частных инвестиций и увеличат внутреннее потребление. Белорусские молочные продукты популярны в Поднебесной. Каждый год в страну возят более 2,5 тысяч тонн этих товаров. China Railway Express, оператор грузовых железнодорожных перевозок при корпорации развития и строительства международного хаба «Джэньчжоу», представляет удобные, быстрые и безопасные логистические услуги для клиентов, а также занимается импортом товаров. С 2016 года наша компания развивала направление «Транспорт плюс торговля» и изучала высококачественные продукты на зарубежных рынках. Представители компании посетили множество молочных производств Белоруссии, чтобы выбрать самые лучшие продукты. В итоге сотрудничать договорились с 17-ю. Благодаря тому, что молочные товары компания продает и через интернет, купить их могут жители почти всех регионов Китая. После смягчения антиковидной политики китайская экономика стала быстро набирать обороты. С января по февраль индекс деловой активности в производственном секторе КНР повысился на 2,5%. Это рекордная динамика за последнее десятилетие. Тот же показатель вырос примерно на 2% и в непроизводственном секторе. В обоих случаях значение индекса превышает 50%, что говорит об улучшении экономической ситуации в стране. Такими данными недавно поделилось Государственное статистическое управление КНР. Аналитики отмечают стремительный рост не только крупного, но также среднего и малого бизнеса. Особенно выделяются сегменты высоких технологий, инновационных разработок и потребительских товаров. Активность резко возросла и в сфере услуг, в индустрии гостеприимства и транспортной отрасли. Китайский рынок электромобилей крупнейший на планете. Однако новому транспорту нужна новая инфраструктура. Поэтому во всей Поднебесной быстро расширяется сеть зарядных станций. Оптимистичным взглядом на будущее отрасли поделился бывший министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. В прошлом году китайские предприятия выпустили около 27 миллионов автомобилей. Каждый четвертый из них – электрокар. По моим прогнозам, в этом году их доля может превысить 30%. Это примерно 9 или 10 миллионов машин. Треть новых автомобилей, продаваемых в городском округе УСИ – электрокары. Именно поэтому местные власти планируют установить к следующему году около 100 тысяч зарядных станций. Согласно проекту, в центре УСИ максимальное расстояние между ними должно составлять 900 метров, а в других районах – от 1,5 до 3 километров. Однако этот амбициозный план нелегко воплотить в жизнь. У нас есть отдаленные районы, где частные операторы не хотят строить зарядные станции. В таких случаях за дело берутся государственные структуры УСИ. Одна из них планирует к следующему году построить 300 зарядных станций по всему городскому округу. Также в планах у компаний создание точек сверхбыстрой зарядки, где можно будет всего за 5 минут увеличить запас хода на 250 километров. Другое государственное предприятие взяло на себя разработку аналитической платформы. Она поможет властям и частным операторам оптимизировать инфраструктуру на основе данных о частоте и продолжительности зарядки электромобилей. Изготовление печати по традиционным технологиям – важная часть исторического и культурного наследия Поднебесной. Чтобы популяризировать это древнее искусство, Медиакорпорация Китая подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Обществом резчиков печатей «Силин». Теперь организации будут совместно запускать тематические проекты и проводить мероприятия. После подписания документа генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн осмотрел выставку традиционных печатей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова